всем привет всем привет привет здравствуйте как ваши дела ну что я обещала что будут сюрпризы и они будут поэтому ждите сюрпризов будет сразу два как вы знаете эфир у нас сегодня с парницей с дарьей павлюченко я думаю она появится с минуты на минуту напоминаю что вопросы которые вы бы хотели чтобы они были заданы и чтобы они прозвучали в прямом эфире вы можете написать нажав на иконку вопросительного знака потому что только так мы сможем их увидеть ну что же я вижу я вижу дашу даша привет тебе нужно нажать на два смайлика чтобы подключиться к эфиру и мы начнем еще раз хочется сказать большое спасибо за вашу обратную связь за такое количество положительных комментариев за такое количество конструктивной критики ну что же я добавляю дашу уже что же сейчас будет да еще чуть-чуть и мы всем привет привет дорогая как твои дела ничего в рабочем процессе отлично тебя очень хорошо видно но хочется попросить чтобы ты чуть-чуть подальше сделала телефончик если это возможно отлично дальше ну насколько я понимаю мы сегодня ведем прямой эфир только с тобой или я ошибаюсь или что-то у нас запланировано прекрасно Денис только тебя не видно давай к нам в кадр чтобы чтобы все могли насладиться насладиться вами Дэн можно тебя попросить мне еще чуть поближе чуть поближе потому что я вижу только дашку в кадре сейчас как-нибудь это сделаем да как-нибудь давайте все вот теперь отлично теперь отлично а да чуть поближе ребята я очень рада что у нас получилось сделать эфир с вами обоими сегодня это очень здорово я безумно рада вас видеть с Денисом мне уже выпал шанс пообщаться это было на одном из этапов гран-при который проходил в Москве а с Дашей мы видимся впервые Даша я безумно рада нашему знакомству правда что что Дэн я не помню чтобы мы общались да ладно мы с тобой на трибунах сидели вместе на Капфраша ага да 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 я тоже очень мне тоже очень приятно с тобой познакомиться наконец-то я столько о тебе слышала это прекрасно мне так интересно все время когда мне люди говорят Лина я столько о тебе слышала мне интересно что рассказывают люди когда я вот эту информацию о себе получаю ребята расскажите пожалуйста как у вас дела где вы находитесь как проходят тренировки ну вот мы буквально дня два два назад вернулись из Новогорска просто один день два ну вот у нас мы вернулись из Новогорска и сегодня уже тренируемся как прошли сборы насколько мне было известно вы очень долго там пробыли даже месяц по моему на протяжении месяца вы тренировались даже два расскажите как как проходил восстановительный тренировочный процесс как-то так после карантина после такого долгого перерыва как у вас все это было ну в принципе как обычно с миром точно так же как и в том сезоне в том сезоне мы так же не катались три месяца в связи с травмой мы уже привыкли да у нас это уже как обычно слушайте ну это здорово но расскажите чем вы занимались во время пандемии удалось я просто знаю вот честно честно скажу смотрела интервью с вами читала интервью с вами я знаю что Даша у Даши очень много хобби например одно из них рисование расскажи чем ты занималась на карантине удалось ли улучшить свои навыки в этом или может попробовать что-то новое ой первые наверное недели две я вспоминала я когда-то раньше очень любила взять крючком и я такая о точно можно подвязать крючком так из-за того что у меня в следующем году сдачи ЕГЭ я все-таки старалась больше подготовиться именно набрать какую-то базу чтобы в следующем году уже как-то было проще потому что как раз вот было время поучиться а смотри вот что касаемо образования как ты готовишься к ЕГЭ занимаешься ли ты с репетиторами и как у тебя получается это совмещать с тренировками ну я на очно-заочной форме обучения и как бы я занимаюсь и с репетиторами где-то еще с школьными учителями ну соответственно у меня индивидуальный план подготовки и соответственно в свободное время я стараюсь посвящать учебе ну ты умничка а что скажет Денис насчет своего образования что у тебя с этим я учусь в государственном университете управления так прощение у нас у нас очень удачно и очень хорошо построили систему дистанционного обучения то что очень удобно по крайней мере там я знаю как в других университетах было то что очень неудобно очень это у нас было достаточно удобно единственное ты зависла я тебя слышу нет все прекрасно а единственное что я на сессию попал в Новогорске у меня были небольшие проблемы поскольку там очень плохой вай фай который не позволяет выйти в интернет ну а ты знаешь эта проблема коснулась многих во время пандемии ну 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 так заканчиваю третий курс надо знать немного которые накопились из-за того что я был в Новогорске по сессии и захожу а что что касаемо образования после вот вы выпустились из института допустим Даша насколько мне известно хочет быть тренером ты же совершенно наоборот чем планирует заниматься Денис по окончании университета ой на самом деле я еще не думал о магистратуре то есть вариант спортивный менеджмент все хорошо а магистратуру я думаю вот сейчас вот только начать искать то что мне будет более интересно более финансово выгодно в будущем для мира и туда идти ну хорошо лирическое отступление закончено кто-то пишет там бетина и мне почему-то было это очевидно если это на самом деле так по лицу Даши все было понятно но сегодня мы все таки сейчас ее здесь нет нет но в любом случае бетине привет когда она вернется сегодня мы все таки больше про фигурное катание и наверное мне бы хотелось начать прямо с самых-самых истоков я знаю Даши что с твоим переходом в парное катание связана ну очень интересная и необычная история ты заканчивалась фигурным катанием но потом вернулась и уже в статусе парнице расскажи пожалуйста что заставило тебя вернуться на лед и изменить свое решение ну на самом деле на момент когда мне предложили встать в пару я уже как 8 месяцев не каталась жила спокойной жизнью ну и не знаю честно говоря просто в какой-то момент мне в очередной раз предложили ну Даш ну давай попробуешь я такая ну почему нет потому что на следующий день мы просто не очень хотели делать домашнее задание а я человек ответственный и мне всегда ну хочется чтобы все вот я выполнила идеально подготовилась к урокам но в тот момент я подумала ну вот если я завтра на лед пойду ну не придется это сдавать нет не придется я пошла просто молча на каток я сдалась слушай ну хорошо это честно я не могу представить как это вот работает но как тебе удалось реально как тебе удалось вообще восстановить форму физическую форму прыжки как это все работало то есть из этого можно сделать вывод по факту российская система образования поспособствовала российскому спорту слушай это в случае вас это действительно так на самом деле было очень сложно честно скажу самое сложное было похудеть потом восстановить прыжки и как бы я помню вообще не представляла как это все происходило потом я почему-то съездила на сборы перед сборами знаешь уфопэшными еще более-менее окей все нормально было а после уфопэшных я приехала похудела мне коньки стали большими я опять все потеряла ну вот кстати на тему похудения мне хочется поговорить с вами обоими но чуть позже продолжай по этому пока что вот ну потом мне конечно очень помог Денис психологический наши тренеры которые говорили что он все нормально все получится главное потерпеть потом где-то Сергей Владимирович сказал что Даша ну ты либо катаешься либо и собираешь элементы ну либо иди дальше учись ну это тоже помогло как бы способствовался и тогда разозлилась и такая ну надо уже пора ну вот постепенно постепенно стянулось ребятушки я на секунду перебью мне пишут в комментариях что я зависаю это так? ну есть немного у тебя плохое качество но ты вроде не зависаешь ну хорошо потому что я вижу себя в принципе очень очень четко ну ладно если что пишите что немножечко видео перескакивает ну хорошо надеюсь это сейчас уладится и все будет нормально картина зависла тебя не видно ну что же мне сделать может быть попробовать отключить вай фай теперь у меня завесли ребята вот сейчас меня хорошо слышно и видно и видно и видно вот теперь хорошо слышно и видно отлично отлично слава богу мы можем продолжить Даш опять вопрос к тебе вот ваша пара начала свое существование в принципе не так давно вы проводите насколько мне известно один единственный сезон в юниорах два 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 и переходите во взрослые вот вопрос непосредственно к тебе Дашь вот тебе всего семнадцать лет неужели не было желания покататься подольше не знаю набраться опыта скажем так и только потом переходить на более серьезный уровень вот как как ты принимала решение кататься по мастерам исходя из этого ну мы все вместе принимали это решение ну плюс ко всему в принципе мне по возрасту уже было ну как бы нормально а я проходила соответственно и как бы если уж на то пошло мы еще этот год можем кататься по юниорам да вот понимаете поэтому интересно а мы выиграли почти все ну кроме финала а Денис должен быть сейчас так опереться на что-нибудь а мы в принципе выиграли вообще все так продолжай пожалуйста вот ну и как бы была возможность попробовать по взрослому и мы с тренерами решили почему нет как бы ну опыта ну как бы можно и по взрослому набираться ну ну в принципе что что говоришь Дэн ну у нас же в первый год ну как и у многих наверное был расчет то что ну мы катаем взрослые гран-при и у нас всегда есть возможность откатать первенство России и поехать на юниорский чемпионат мира но мы в первый год уже попали на чемпионат Европы угу ну в принципе тогда вопрос отпадается сам собой конечно безусловно хочется сказать вот честно со стороны зрителя я видела смотрела некоторые ваши выступления и правда хочется пожелать вам идти вперед так дальше семимильными шагами потому что ну наверное пары которая так складно выглядит ну пар в принципе таких симпатично смотрящихся на льду у нас не так много поэтому я хочу ребята вам пожелать удачи мне безумно нравится то что вы делаете и как вы это делаете потому что все вот эти непростые входы и выходы из поддержек не знаю какие то штучки внедренные да в связках во время программ очень мало пар сейчас это делает и кстати вот сейчас родился в голове вопрос очень много действительно спортивных пар которые в принципе вот идут по классике да то есть с абсолютно примитивными заходами да они выполняют да они выполняют элементы на четвертый уровень да но не прикладывают столько усилий сколько прикладываете вы то есть вот к чему все вот эти выходы из поддержек заходы на подкрут может быть есть смысл наоборот на этих моментах выдыхать и подходить к элементу сок более собранными или с чем связано вот такие штуки у вас в программе да просто нам нравится креативность да а с кем ну нам на тренировках ну как бы особенно Денису вот он когда что-то новое придумывать еще интересное такое у него прям глаза горят у нас в сезоне вот тренера чтобы если я прям убитый и у меня плохое настроение мне говорят ну надо поменять вот этот кусочек у меня 10 идей у меня поднимается настроение Даша плачет то что мы меняем кусочек соревнования уже через 2 месяца вот и то есть генератором идей служишь ты да в этом в этой команде я честно говоря и он и он и Сергей Сергеевич они у нас вдвоем за креативность отвечают а ты за них думаешь а как это сделать я не могу Даш ты ты начинаешь говорить смеешься в процессе того как говоришь и уже начинаю смеяться я я не знаю понимают ли люди в принципе что нибудь из того что мы с тобой говорим сегодня но извините это эмоции которые невозможно скрыть просто я знаю что допустим Марина Зуева да всем известный тренер постановщик она нанимает специальных да там акробатов еще что то они работают с ними на полу а получается что вот есть Денис который в принципе работает у нас акробаты тоже есть вот да у нас как раз Юрий Васильевич он вот как раз тоже очень много у него идей они просто у нас как у него очень много идей и получается то что он придумал большинство того что у нас есть сейчас а сейчас я в принципе втянулся понял что как это работает нахожу видео говорю хочу вот так он говорит ну это возможно что-то невозможно даже пока мы в Новогорске были мы сейчас вставили очень интересную штучку достаточно было страшно делать первые разы он говорит ну а что устелите маты и делайте на льду на льду маты не пальцы ладно а насчет насчет новых штучек в программах естественно всех фанатов вашей пары интересует что что с постановками что с выбором музыки раскроете ли вы это сегодня или это будет как и во всех предыдущих эфирах мы рассказать не можем но ну мы вообще-то хотели это рассказать сами но Сергей Сергеевич нас немножечко не понял он уже рассказал программы поставлены первая программа короткая у нас под Бенни Удмана Синг 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 вторая под Греголи Лемаршаля СОС Слушайте ну надеюсь это получится круто вам в принципе нравятся такие постановки или они не типичны для вас как вообще вы относитесь как вы вообще подходите к выбору музыки к постановкам потому что не знаю очень многие говорят что тренеры в принципе не спрашивают не советуются и на свое усмотрение выбирают для ребят музыку как происходит этот процесс у вас у нас получается так что как раз в нашей ситуации тренеры наоборот мы ждем вот от вас варианты представьте пять музык вариант короткой программы пять музык произвольный мы набираем какой-то объем садимся вместе и обсуждаем что вот это вот ну либо вот это либо вот это и как бы совместно идет обсуждение конечно последнее слово остается за тренером но в этом принимаем всегда активное участие ну хорошо тогда будем ждать конечно Дэн прости я тебя перебила говори в этом сезоне у нас получилось с короткой да то что мы накидали очень много вариантов мы очень долго спорили выбирали кто то ну так сказать у каждого есть право вето на одну из музык образно говоря не конкретно вот но и короткой мы достаточно долго а произвольную услышал я ее и так давно знал и понял то что нет вот под нее у нас получится программа скинул убедил Дашу убедил тренеров это пообсуждали и все так как-то без особого выбора мы на ней остановились ну вот с первых минут нашего эфира мне уже в принципе понятно кто принимает основные решения в вашей команде Денис говорит скинул музыку убедил Дашу убедил тренера и мы ее выбрали и поставили не ну в принципе почему нет почему нет если если Денис видит вас в этой программе и согласны не всегда работает не все сразу не все сразу Дэн кстати вопрос к тебе я знаю что до момента до того момента как вы начали кататься вместе с Дашей у тебя была другая девочка с которой вы также выступали Мария Богословская все верно я посмотрела ваше выступление и на мой взгляд по-моему все очень даже неплохо складывался стоит отметить что я очень артистичный мальчик ты знаешь на льду это на льду это прямо очень ярко выражено что стало причиной прекращения сотрудничества девочка сказала то что она не хочет кататься для результата для какого-то роста она катается для своего здоровья а ты а я не был нацелен кататься для своего здоровья и стоять на месте но причина того то что она катается для своего здоровья и она ничего нового в принципе учить не хочет никуда двигаться не хочет вот я хочу бупи сальков и катать программу три сезона и закончить ну как бы так интересно мне всегда казалось что обычно на первых порах да когда ребята молодые и готовые к работе они наоборот стремятся к тому чтобы как-то больше больше работать больше учить больше изучать но она сделала свой выбор мне кажется одна минута или мы наушники оденем хорошо давайте давайте ребята пока что я буду развлекать всех остальных пока ребята надевают наушники я напоминаю с кем я веду эфир Дарья Павлюченко Денис Хадыкин вместе они бронзовые призеры чемпионата Европы чемпионата России а также чемпионы мира это левый нет меняемся ой вас очень хорошо слышно стало сейчас сейчас прекрасно слышно кстати сейчас слышно хорошо до вас отлично да все отлично ну хорошо прошлое осталось прошлым как образовалась пара Павлюченко Хадыкин рассказывайте мне ну я закончил сотрудничество со своей предыдущей партнершей тебя очень плохо слышно мне надо даже на уху наверное говорить я закончил сотрудничество со своей предыдущей партнершей и в принципе подумал о ну сейчас у меня будет месяц перерыва бла 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 и за месяц отдохну и надо будет искать новую партнершу ну как то очень все быстро случилось и буквально там через две недели через нашу общую подругу ну больше мамы общались но и мы знаем Лизу Юсенко вот и через Татьяну Юсенко связались наши родители тренера поговорили с Дашей и вот Даша пришла мы покатались неделю пришел такой шарик мы покатались неделю и все мы должны были уходить на отдых и через месяц на сборы прости пожалуйста это ты сейчас так Дашу назвал? да и через месяц Даша пришла вот как мизинчик минус десять килограмм да я хочу я очень хочу поговорить две разные девочки мы партнершу поменяли пока отдыхали да Даша твои комментарии по этому поводу ну да ну да ну так и было причем знаешь я до этого еще на одну тренировку сходила на свой старый каток я понимаю что я иду а люди меня не узнают на самом деле на самом деле вот тема веса да она обычно касается только девочек особенно в парном катании да по большей части но насколько я знаю эта проблема затронула вас обоих можете дать какие-то комментарии вот каждый из вас по этому поводу слушай ну самое главное в моем случае я для себя поняла а это количество порций и как бы понимать для чего ты это делаешь и не просто так знала я взяла и везде ничего не ела я похудела так это не работает потому что потом это набирается все очень быстро обратно ну соответственно главное правильно питаться ну то есть стараться есть поменьше сладкого еще что-то ну то есть типа там единственное что иногда там с утра горький шоколад я люблю вот а так стараться ну там курицу каши кругу ну прости я тебя перебью я тебя перебью прости пожалуйста вот все звучит очень прекрасно и очень все так гладенько четко но я знаю что очень многие особенно девочки не знаю как мальчики наверное вряд ли прибегают к экстренным похудениям вот было у тебя что-то такое знаешь бегать без конца обмотавшись пленкой я не знаю мне очень повезло потому что у нас тренеры которые всегда если что-то даже идет не так они дают мне время то есть мне нету такого что завтра чтоб пришла килограмм то есть если Даша ну то пожалуйста все хорошо к старту все будет не переживайте хорошо а что может сказать Денис на эту тему ну у меня на самом деле про как таковой вес вопрос нет вопрос про вес стоит но он стоит больше не в плане цифров а в плане то что я должен хорошо выглядеть хорошо выглядеть в плечи достаточно более атлетично чем я являюсь и я работаю над этим сейчас вот я добился каких-то результатов и продолжаю над этим работать ну я как-то просто просто начал следить и принимать решение где-то надо где-то нет и все кто-то написал я вот случайно увидела этот комментарий у Лины какой-то негатив незаметный к Даше и Денису ребята а я всегда знал что ты это твои все левые аккаунты которые пишут нам в директ и ни за что никогда не наговаривай на меня пожалуйста никакого негатива ни к одному спортсмену вообще я не питаю я люблю абсолютно всех и каждого по-своему поэтому не надо пожалуйста говорить вот ты заикнулся насчет комментариев сети как-то обращаете на это внимание это влияет на вас и что пишут можете вспомнить что-нибудь такое что прям вот задело я очень тесно связан с историями но не про нашу пару понятно Даша да мне в принципе мне в самом деле в основном всегда поддерживают и это очень всегда приятно мне особо ничего такого не писали никогда поэтому ну мне приятно когда поддерживают пишут что-то ну это прям поднимает настроение знаешь бывает не очень как то ты думаешь вот те люди пишут поддерживают тебя как бы надеются на тебя как бы надо собраться идти ну то есть в принципе помогает поддержка фанатов у вас их много пишут часто или пока что ну так фотку выложим напишут ну типа классик ну хорошо ладно дай бог чтобы дай бог чтобы их становилось становилось больше и больше про парное катание в принципе поговорить конечно очень хочется потому что понятно что сегодня главные главные герои это вы но тем не менее фигурное катание парное фигурное катание претерпевает огромное количество изменений ежегодно я думаю вы это замечаете прекрасно потому что прогресс он налицо пары даже самые юные выполняют сейчас какие-то сложнейшие элементы да четверной подкрут четверные выбросы ну в общем не боятся рисковать как далеко готова зайти ваша пара для достижения самых высоких результатов и стоит ли игра свеч скажем так ну мы все таки идем как раз по пути неусаждения потому что все четверные подкрутки четверные выбросы в принципе потеряли в стоимости достаточно прилично и даже если выполнять четверную подкрутку то таких плюсов уровень который ты за нее получишь не будет четвертым и плюсов ты получишь меньше чем за тройную объективно меньше потому что ну не исполнить это надо достаточно много времени для того что подготовить четверную подкрутку и делать ее на хорошее исполнение но парадокс заключается в том то что поскольку это ничего не стоит начало стоить меньше тебе не выгодно это делать плохо а практики практику выполнения четверной подкрутки ты не можешь поддерживать в течение всего сезона нарабатывать потому что ну ты будешь делать тройную и в этом заключается сложность а собираетесь как-то усложнять контент контент на следующий сезон или пока нет собираемся посмотрим там ну посмотрим как в итоге все сложится мы разучиваем вот да ладно да ну как бы типа я не уверена даже такая пожалуйста подожди он еще не получается может быть мы уставим 3-2-2 а ну а мы не успеваем если такой вариант возможен потому что все будет зависеть от стабильности от исполнения мы уже пробовали 3-3 делать причем наш второй юниорский сезон на этапе в Казани если у меня все бывает а какой будет именно каскад из каких прыжков тулуп тулуп потому что я видела что вы прыгаете тройной флип и по-моему на очень таком приличном уровне было бы круто конечно флип тулуп 3-3 4-3 4-3 а Дениса плохо слышно Денис на самом деле немножко я не могу полностью вот когда ты отворачиваешь нет когда ты отворачиваешь наоборот в другую сторону как будто получше вот так нет все оставили это ладно хорошо просто если чуть-чуть поближе будете будет здорово к камере я думаю от этого тоже зависит многое там микрофон по-моему просто мне на одном наушнике да 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 потому что Дашку Дашку слышно прямо очень здорово ну хорошо берем в расчет парное катание вспоминаем что было 2-3 года назад в принципе вы помните да кто был топовыми парами с кем кто с кем соревновался и нынешнее фигурное катание вот как вам кажется раньше конкуренция была выше потому что на мой взгляд да не вспомню ни одну пару прокатавшуюся это сейчас вообще не ни в коем случае ни в каком негативном ключе не звучит но я правда не вспомню ни одну пару на данный момент которая прокаталась по юниорам буквально пару сезонов и следом в кратчайшие сроки выиграла бронзу чемпионата России и Европы вот как думаете с чем связано это мы бронзу чемпионат России и Европы взяли только на на второй год нет но это понятно я имею в виду вы откатались два сезона по юниорам потом следом в кратчайшие сроки да перейдя во взрослое катание уже выигрываете бронзу вот как думаете с чем это связано и согласны ли вы с тем что раньше конкуренция была выше я соглашусь с тем что очень стало меньше пар иностранных то есть была Канада на хорошем уровне где у меня была Red да сейчас в этом сезоне и Мургана не было не знаю китайцы вышли по-моему только в этом сезоне у них травмы но в то же время Китай по-моему держит свои позиции Америка потихонечку набирает обороты у них есть очень хорошие потенциальные с потенциалом пары конкуренция возможно немножечко упал уровень но конкуренция присутствует все равно А как думаешь с чем это связано с чем это может быть связано поколение какие-то поколения заканчивают какие-то еще не успели войти ну хорошо я опять же повторюсь что это ни в коем случае не было сказано ни в каком негативном ключе потому что ну блин серьезно потому что на самом деле это круто я опять таки да говорю что я не знаю ни одну пару которая бы смогла спрогрессировать за такое ну действительно короткое время и на мой взгляд это здорово что именно у нас в сборной есть такие пары опять же если посмотреть на топ конкурентно способных пар безусловно в их числе вы и такие же скажем так вчерашние юниоры ну грубо говоря кого вы считаете вашим главным соперником давайте вот так вот пока кого вы считаете главным мы сами главное лучше быть сами себя так очень много классных конкурентоспособных пар и очень здорово что мы в первую очередь пытаемся решить проблемы свои потому что по юниорам у нас было стабильности больше чем сейчас но сейчас у нас усложнились элементы мы пытаемся это все улучшить свое катание улучшить свою стабильность улучшить самих себя как думаете вот на данный момент чего вам в чем вам нужно быть лучше в чем нужно прибавить для того чтобы занимать исключительно первые места во всем во всем ну что значит во всем ну скольжение артистичность поддержки стабильность ну скорость у вас бывает такое что вот по окончании сезона вы садитесь с тренерами и не знаю разговариваете на такие темы там что нужно проработать и так далее или не бывает не мы даже не в конце сезона мы несколько раз за сезон в зависимости от момента можем что-то обсудить и построить план после какого-то соревнования куда нам надо сейчас поднажать как можете охарактеризовать ваших тренеров в трех словах демократы мудрые давайте да давайте прилагательными три прилагательных демократичные мудрые веселые и почему демократичные потому что мы всегда собираемся и решаем все совместно и наше мнение учитывается наравне мудрой Даши объясни и веселые потому что веселые ну они много шутят на тренировках ну потому что они действительно рассчитывают все как лучше где что сказать где лучше поддержать где лучше поднажать ну как бы такого плана там расписать тренировочную умные потому что буквально вот сейчас при постановке когда мы ставим спираль образно говоря ну которая не важно буквально до какой шаг будет лучше для того чтобы продышаться крюк или скоба вот до такой степени слушай ну это здорово и что и какой же шаг лучше для вашей пары чтобы продышаться крюк или скоба потому что крюк это все таки скручивание я тоже так думаю ну хорошо одна из ваших главных целей возможно меч помимо олимпийских игр ну вот на данный момент от спорта ну да помимо олимпийских игр да наверное ну ребят знаете может быть не в глобальном плане да ну вот допустим давайте я упрощу задачу на следующий сезон если он состоится нет я наверное все таки отвечу в таком более глобальном достигнуть такого уровня чтобы мы могли делать сделать все то что возможно что есть в голове у кого нет вот да ну как бы у нас в голове то что мы возможно хотим но у нас нет возможности это у нас не получается это пока что а у тебя а у тебя ну вот достигнуть какого-то вот есть идеала в голове вот что даже у меня это знаешь больше как бы цель какая-то в жизни ну потому что ну вот реально хочется вот какого-то идеального ну и идеального представления программы вот визуализация которая есть чтобы она реализовалась ну удачи все что могу сказать пожелать вам удачи успехов в следующем сезоне и последующих даш немножечко отвлечемся от спорта судя по твоему инстаграм да и в принципе вот сейчас общаясь с тобой ты очень веселый позитивный человек но что касается соревнований да на льду да и за его пределами это очень серьезно и кажется всегда в себе и мне даже писали в директ когда я говорила о том чтобы люди задавали вопросы спросите пожалуйста почему Даша такая серьезная вот я очень хочу поинтересоваться у тебя вот так ли это и с чем это серьезно связано ну Денис я надеюсь что это не так расскажи пожалуйста это не так но просто я пытаюсь я так сосредоточиваюсь на самом деле просто сосредоточенность максимальная и все излишне что излишне нет сосредоточенность возможно не излишне но влияние сосредоточенности на тело излишне поэтому такое ощущение складывается и как это влияет как это связано я как-то очень эмоциональный человек и меня просто я знаю себя и мне просто эмоции могут захлестнуть и что это я вижу ну хорошо я подготовила для вас игру но перед этим хочу еще посмотреть что написали люди нам в вопросах может быть что-нибудь будет интересно давайте вот с этого вопроса начнем как родители поддерживают во время стартов стараюсь чтоб не лезли мне проще самому вот во время стартов проще самому как-то настроиться да именно во время соревнований проще самой уже во время тренировочной там организационные какие-то вопросы это да ну мама там психологически где-то выслужит что-то да а именно на соревнованиях лучше самой как-то ну понятно вы настраиваетесь друг с другом следующий вопрос собственно о том же что Денис говорит Даша перед стартом или это тайна покрытая мраком нет ну я есть какие-то есть одна маленькая традиция там очень смешная фраза я ее конечно не озвучил она вообще не имеет отношения ни к спорту ни к чему ни к Даше она всегда озвучивается но сам весь разговор это зачастую про как раз про настрой про какие-то моменты которые будут в прокате какой парный элемент самый любимый у Даши и Дениса и почему я добавлю от себя я не могу сказать что Денис тут знаешь что по настроению спираль потому что ты там отдыхаешь или что нет потому что там можно показать много таких наработчиков Денис тебя прям совсем плохо слышно много можно показать много всего интересного вот два года подряд я прыгал в спирали да это я видела кстати ну давайте заключительный вопрос из того что написали люди что вас заставляет двигаться вперед и не опускать руки любовь к своему делу ну то есть ну не в смысле что знаешь там приходишь как бы ну как бы хобби ты получаешь как бы захотел позаниматься в удовольствие и настроение а тут ну ты понимаешь что ты как бы без этого просто не можешь ну и типа ну такое вот ну да любовь то что нравится заниматься этим поэтом Денис а у тебя более все прагматично то что я вижу перспективу в этом и развитие в этом я просто опять же в интервью слова Даши сейчас приведу она говорила о том что я 24 на 7 думаю о фигурном катании это правда но не думаешь ли ты что это слишком много даже для того дела которому ты суперпреданна да которому отдаешься без остатка ну слушай я конечно там ну как бы весь ты можешь даже что-то смотреть там фильм или еще что-то но все равно как бы раз мысль как поезд знаешь проймечиться в твоей голове Денис а у тебя что ты как-то разграничиваешь спорт и личную жизнь я думаю на фигурном катании только на тренировке и во время того как я одеваюсь на тренировке прекрасно просто прекрасно ну хорошо мои вопросы закончились вопросы людей тоже игра мы такую штуку уже проделывали с Таней волосожар и Максом Тараньковым сегодня попробуем сделать с вами то же самое вы оба закрываете глаза и отвечаете на мои вопросы которые будут адресованы вам обоим лишь жестами то есть можно показывать только друг на друга но только так чтобы это не было понятно соседу все понятно нет Даш я тебя не вижу да вот сейчас вот сейчас да просто пальчиком да да хорошо все погнали давайте поехали первый вопрос кто из вас более трудолюбивый хорошо кто из вас более стрессоустойчивый кто из вас более восприимчив к комментариям в сети кто более ранимый скажем так да даже очень долго думает кому труднее находиться на публике кто из вас более артистичный я не сомневалась кто из вас более трусливый ну ну Даш ты что-то показываешь можешь пальчиком показывать потому что когда будете пересматривать не будет понятно хорошо кого нужно все время подгонять в работе Что это значит, Денис? Кто из вас более забывчив? А где? Типа вне, да, или во время тренировочного процесса? Давайте все-таки спорт берем сейчас больше. Окей. Кому больше подходит прозвище Растяпа? Ну и заключительный вопрос. Кто из вас больше любит фигурное катание? Хорошо, ребята, можете открывать глаза, наша игра на этом закончена. В принципе, мне все понятно, это будет весело, мне кажется, пересмотреть, если вам будет интеллекта. А вы собрали кто-нибудь где-то? Да, что-то было, что-то было. Ну, Даша, честно признаюсь, Даша очень долго иногда думала, вообще, смотри, меняла свое решение, тупоганнула себя, потом на партнерах. Ну, вообще, мы посмеялись. Ребятушки, спасибо вам большое за этот эфир. Мне безумно понравилось с вами общаться, наконец-то пообщаться вживую. Желаю вашего... Вживую! Ну, вживую, в смысле, да, наконец-то вот так вот пообщаться, посидеть. Хорошо, не вживую. Надеюсь, что в скором времени мы с вами сможем пообщаться и вживую. Спасибо большое, я желаю вам успехов, потому что действительно хочется, чтобы у вас все в следующем сезоне и в последующем получалось, и было здорово так держать. Спасибо вам большое, ребята, спасибо всем зрителям. Спасибо тебе, тебе тоже удачи. Своим. Спасибо. Спасибо большое. Все, ребятушки, я вас отключаю, пока. 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 Все, спасибо всем большое за просмотр, я обязательно сохраню этот эфир в IGTV. Мне показалось, что все прошло очень здорово, интересно, весело. Спасибо большое всем, кто был на протяжении всего этого времени с нами. Все, всем большое спасибо, пока.